Привет, друзья! С вами канал Кубик ТВ и сразу перейдем к делу. Для тех, у кого возникала проблема с кубиком ГАН-356Р, я покажу ее решение. Итак, иногда бывает такое, что уголок, сегмент, просто отделяется от основной части. В таком случае мы очень легко это решаем. Просто берем уголок, ставим на место и одним ловким движением защелкиваем. Но если вам это не помогло и уголок продолжает вылетать, мы сделаем следующее. Первое. Нам нужно взять этот уголок, с которым происходит проблема. Для этого я рекомендую вам вытаскивать сначала ребро. Так, сейчас я мучаю, мучаю ГАН. Это не всегда легко, будьте аккуратны, чтобы ничего не сломать. Так, я вытащил ребро, теперь можно достать и проблемный угол. Так, как же нам разобрать вот этот уголок? Для этого нам потребуется вот такая отверточка и, внимание, мы видим, что на вот этих маленьких частях есть защелки. Оранжевая, желтая и зеленая. Если мы легонько отверткой будем сюда нажимать, то эти штуки будут сниматься. Вот. И мы можем слушать характерный щелчок. Раз, два и третий тоже. Теперь можно легонько поддеть сам цветной пластик. Вот, и мы видим, что уголок у нас отделяется. Вот эти защелки и мы должны их снимать. Мы стараемся отделить эту часть. Просто берем и снимаем защелки, а потом уже и сам пластиковый элемент. Разбираем по чуть-чуть. Старайтесь делать это нежно, чтобы ничего не повредить. Может, с первого раза и не получится, у меня тоже не идеально получается, но я сейчас постараюсь, думаю, это будет не проблема. Так, берем и мы по чуть-чуть отделяем уголок. Вот, уголок у нас отделился и далее мы увидим следующее. Проблема бывает еще вот какого рода. Когда у вас разделились вот эти сегменты, для того, чтобы лучше проконтролировать свою проблему и узнать, что же случилось, мы просто внимательно будем смотреть за вот этой частью уголка. Мы берем вот эту белую часть, продеваем чуть-чуть в черную часть и смотрим внимательно. У нас должен быть характерный щелчок. Если у вас по какой-то причине этого щелчка нет, или вы можете вытащить уголок, вот эту белую часть, постарайтесь отверткой сильнее сюда придавить, чтобы черные элементы зафиксировали белый сегмент. Мы берем и вот здесь эти черные части прижимаем посильнее, чтобы они стояли правильно и уголок, вот эта белая часть, надежно держалась и не выпадала, не выскальзывала. Если вы все сделаете правильно, тогда ребро зафиксируется, вот этот белый сегмент, и будет надежно держаться в своем месте и не выпадать, не выскальзывать, держаться на месте. Но если это вам не помогло, то внимательно осмотрите белый сегмент уголка, нет ли на нем повреждений, и точно так же черную часть. Если все-таки проблема осталась, защелкните точно так же и просто капельку суперклея в центр уголка. Это уже, скажем так, крайне радикальный случай, но он должен помочь. Опять-таки повторюсь, так мы делаем только в таком случае, если у нас есть сломанные элементы или части уголка, например, белая или черная часть. Ну а если вам нужно разделить вот эти две части, черную и белую, тогда просто воспользуйтесь стержнем из шариковой ручки. Вот здесь есть отверстие, я просто вставляю сюда стержень, надавливаю и тяну черную часть. И все легко разделяется. Еще раз. И мы делаем раз, и до щелчка. И все круто держится. Итак, друзья, после того, как вы решили проблему с черным и белым элементом, мы просто берем пластиковую вот такую цветную часть и аккуратно ставим на место. Осторожно, ищем, где какое должно стоять. Защелкиваем все надежно и ставим уголок на место. Я рекомендую сначала ставить уголки, а потом уже ставить ребро. Залезай давай. Ну, вы будьте осторожны. Так, отлично. Если вам помогло это видео, пожалуйста, напишите в комментариях. Если все-таки проблема у вас не решилась, пишите тоже в комментариях. Я вам отвечу и постараюсь вам помочь. Не стесняйтесь. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok